Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шарочной игры. Перед проведением комбинации надо всегда просчитывать все возможные варианты. Надо смотреть все возможные ходы соперника, пусть даже они кажутся на первый взгляд дурацкими. Всегда найдется какая-нибудь жертва или неожиданный контрудар. Поэтому просчитываем всегда все возможные варианты, никогда не торопимся. Рассмотрим сегодня две позиции и одну партию. В первой позиции белые начинают и выигрывают. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти комбинацию за белых. Сразу же предупреждаю вас, что в этой позиции есть подвох. Первый ход очевидный. Белые играют ЕФ2, построили ударную колонну и грозят выиграть шашку ходом ДЕ5. Поэтому у черных единственный ход БА3. Второй ход тоже легко находится, это ход ЕФ4. То есть белые построили комбинационную угрозу. То есть на ход ДЦ7, если черные сдвигают царскую шашку, мы уже легко выигрываем. Проводим комбинацию ДЕ5. Затем пропускаем черных дамки. Построили под ударную цепь и наносим свой финальный удар. С выигрышем. Поэтому у черных единственный ход АБ4. Нам надо сохранить вот эту идею, то есть заставить черных сделать единственный ход ДЦ7. Как это сделать? Здесь есть два возможных хода. ФЖ3 и ФЕ3. Кажется на первый взгляд, что можно сыграть ФЖ3. Этот ход просится. То есть если черные сыграют ДЦ7, то мы снова выигрываем с помощью вот подобной комбинации. С выигрышем. Но, друзья, в этой позиции, как всегда бывает, нашлась очень хитрая жертва. ФЕ5. И выясняется, что здесь уже выигрыша у белых нет. Более того, надо бороться за тяжелую ничью. Ну, ФЕ5 единственный ход. Черные идут в дамки. ЖА6. Снова единственный ход. Черные ставят дамку. И вот здесь уже у белых довольно-таки труднонаходимый ход. СД2. Все остальное быстро проигрывает. Можете убедиться в этом сами. То есть белые грозят разменять дамку черных. Ну и вообще выиграть. Поэтому у черных единственный ответ. АБ2. Ну, либо ДЕ7. Ну, после ДЕ7 партия быстро заканчивается. После АБ2 черные еще могут подавить. Снова у белых единственный ход. В ЖА4. Черные играют ДЕ7. И вот здесь надо найти поистине очень тяжелый ход. ХЖ5. Только после него белые еще могут рассчитывать на ничью. Черные продолжают играть СБ6. Не торопятся в дамки. Так как если они поставят дамку, она будет тут же поймана. И вот здесь уже белые начинают сами идти в дамки. Черные ставят вторую дамку. Ну и белым лучше всего поставить ловушку. Они играют Е6. В чем идея? Если черные побьют неосторожно на Е3, то мы ставим дамку. Ну и легко выигрываем. Поэтому в этой позиции после хода Е6 черным надо бить на поле Ф4. Жертвовать дамку. Затем отдавать две шашки. И вот здесь все-таки партия заканчивается ничьей. Такой интересный прием мне удалось найти в позиции известного автора Юрия Мачеса. Ну а друзья, все-таки в этой позиции вместо напрашивающегося хода ФЖ3, подмечу его красным, у белых был выигрыш. Для этого надо было сыграть ФЕ3. Сейчас видите уже жертва не проходит ФЕ5. Мы просто побьем на поле Д6. Ну и когда черные попытаются пройти в дамки, мы отбрасываем их двойной жертвой и сами скромно идем в дамки. Грозим обрезать черных по двойнику, поэтому надо играть ДЦ7. Тогда нападаем сзади, еще разок нападаем. Нападаем по большой дороге, надо отходить. Ну и все, обрезаем черных по большой дороге с выигрышем. Тут никаких проблем. Если же в этой позиции после хода ФЕ3 черные не жертвуют шашку, а играют ДЦ7, ну тогда проводим уже известную нам комбинацию. ДЕ5, ЦБ2, ЖА6. Ну и красиво проводим комбинацию под названием Круг почета или Чертово колесо. Еще раз напоминаю, автор Юрий Мачес. Очень красивая и неожиданная комбинация. Следующая позиция также, друзья, с подвохом. Ну сразу же обращают внимание, то что у черных мощный центр. Кажется, что белые даже проигрывают. Но на самом деле это не так. Белые ставят несколько неотразимых угроз, а затем проводят комбинацию. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти выигрыш за белых. Здесь есть ложный след. Ну первый ход напрашивается. БА3. То есть мы поставили угрозу сыграть ДЕ3, затем БА5. Черные побьют, да, две шашки. И мы побьем на поле Ф8. Ну и легко выиграем затем. Поэтому у черных единственный ответ. Ну БА5 тоже нельзя играть, потому что просто сыграем БЦ5, затем идем в дамки с выигрышем. Это понятно. Поэтому у черных единственный ответ. БЦ5. Тогда ставим вторую угрозу. Играем ФЕ3. Вот это уже ход неожиданный. Мы грозим побить шашку, поэтому черным приходится отходить. И вот тут ложный след. Сразу же проводить комбинацию нельзя. Возможно кто-то из вас ошибся, провел вот такую комбинацию. Она лишь ничейная. То есть видите, здесь еще белые должны нападать с поля Б6. Затем проводят шашку в дамки. Ну и партия заканчивается ничей. Но выигрышем, конечно, здесь и не пахнет. А выигрыш в этой позиции был такой. Надо было верно рассчитать до конца вариант. Надо было еще раз напасть. Ну черным надо отходить, иначе они проиграют шашку. И вот теперь белые уже проводят вот эту комбинационную идею. То есть пропускают черных дамки. Затем отдают шашку Е3. Ловят дамку черных. И видите, у черных слабое поле Ф8. Мы выбиваем вот эту шашку. И наносим свой финальный удар. И это выигрыш. То есть черным надо играть СД6. Тогда мы играем АБ6. ДЕ5. Тогда играем БА7. Ну и рано или поздно черные вынуждены отдать шашку. Тогда бьем аккуратно на поле Б6. Ну и после постановки дамки, эту дамку тут же ловим. И выигрываем. Такая прикольная идея. Ну и напоследок рассмотрим партию Семенов Третьяков 1956 года. Наш любимый дебют колл. СД4, ФЖ5, БЦ3, ЖФ6, СБ4, ХЖ7. Белые ставят так называемый колл. Ну здесь еще шашки опять нету. Но это все равно дебют колл. Теперь черные играют ЖХ4. Белые играют АБ2, подтягивают свою отсталую шашку. Черные развивают свой сильный левый фланг, ФЖ5. Далее возможно БЦ3, ЕФ6. И белые начинают атаковать слабый правый фланг черных. То есть горзят их связать и выиграть эту позицию. Поэтому приходится черным нападать Б5, тогда белые закрываются ДЦ3. Ну и здесь после хода ДЕ7 белые провели красивую комбинацию. Они сыграли неожиданно для черных ДЕ5. Здесь поставьте видео на паузу и попытайтесь понять, куда следует бить. Давайте посмотрим ответ. Если черные бьют на поле Б2, тогда после всех разменов белые проводят свою выигрышную комбинацию. То есть они отдают шашку, затем еще одну, затем еще одну и прорываются в дамки с разгромом позиции черных. Но партии Юрий Третьяков смог в этой позиции найти ничью. Правильно бить именно на поле Б6. Теперь после проведения комбинации, но лучше побить на поле Аш8, здесь все-таки черные могут добиться ничьей. Здесь есть контркомбинация. Отдаем две шашки, затем еще одну и ловим дамку белых. Ну и партия заканчивается ничьей. Так что, друзья, всегда рассчитывайте все возможные варианты перед проведением комбинации. Проверяйте даже самые дурацкие, на первый взгляд, ходы. Если вам понравилось данное видео, не забывайте ставить большой палец вверх и подписываться на канал. До свидания, друзья, и давайте воевать только на шахматной и шашечной доске.